Субтитры сделал DimaTorzok Дети мои, и заклинаю, остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно. Ну, это 8-й, 0073-й. Привезён был из Орши, но не та, которая в Беларуси, а та, которая под Тверью. Сейчас работает здесь. Так, тут одни СЦУшки ездят. Больше всего везёт тем, кто на тепловодку попадается. И после СЦУшки такой шум в башке стоит. 195 кирилет. Хотя, может, нет, они их перекрашивают каждый год. Они по-моему, что оранжевые, то вот такие вот. И они там раскрасятся, так вот, в нормальной церкви. Да, они, конечно. Здесь мы будем включать. Китарино. 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 Горяй. Это здесь. Это на карту. Это нормально. Кстати, кому устрасть? Нормально. У нас придём. Ужасная ежедневная дорога Чуть-чуть усовершенствованная конструкция Наваривают, потому что перевая Чтобы не запасывало это Перевай Поэтому наконец-то и наваривают Ну и ссылку тоже наваривают Не хило На всех вагонах Сделано А вот табличка А вот она С Рязановки 883 А это СН-87 Номер 88 Двигатель Д-108 Ну здесь она уже не электростанция Это фактически мотовоз Потому что генератор он демонтировал Здесь стоял генератор Так, он работает И уплатчиками Машинами со всеми Причем в нормальной, когда она На комплектации имеется возможность Еще дистанционного управления Здесь уже розетка А, нет Не, розетки уже нет Здесь розетка стоит И оттуда идет Либо на головной кран пути укладчика Либо еще дистанционный Машинист уже с него управляет Стоя около машины Соответственно Смотрим Инфраструктуру Смотрим Пойдем Пойдем Вот собственные стаканы Там Открывается люка Отступается Все по транспортерной ренте Инфраструктуру И вот это вот Устройство Устройство Так сказать Для автоматического Закрывания люков Вагон протаскивают И здесь Просто люк Закрывается Ну и вот сам рункер Собственно Там составчик Конечно я сказал Четыре вагона Там дальше Еще раз, два, три Пойдем К мехцеху Можно прогуляться Там Может какая-то Торфяная техника стоит Про нее тоже Что-нибудь расскажем До полевой базы Конечно Нам сказали Что на болотах Сейчас после дождей Все расквашено Поэтому Куда наверно Их смысла не имеет Можно просто Увязанных там Давайте Идем К механисту Сверху В виде стрелки Из депо 108 Там Сзади остается И Топлотворная Цистерня Запрас Толярка В этом сезон Набыч Ее привозят В полевую базу Заправляют Толярка Ну Перейдем От Розник Розничок Стоит Сверху 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 О Шпалы Прям Сверху Сверху Дорога Снедят А вот это уже Ксати Железобетон Шпалы Лежит Они тут Периодически Встречаются Вот Вот Ее Железобетонная Металь Сверху 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 Новая Шпала Под замену Новая Шпала Под замену Сверху 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 Гелезобетон Кстати Не едины По крайней мере Летят Сверху Болото Вот Вся Сверху Налево Другая Направо В лес Осталось Топик Точки Погрузки Там Грузят Амакадором А вон Кстати Ещё одна Су А вот Интересно Ещё С Посмотрим Судя по всему Её Сюда Интересно Смотреть И вот еще одна желтая, похоже на ремонте стоит. Сейчас здесь дальше поаккуратнее, тракторный переезд. Ну вот, собственно, да, торфяной техники, всякие запчасти. Вот это вот желтые регилаторы от УМПФ. Да, вот это желтые три девятки. УСУ-2 999. А это как раз у МПФ на боку валяется. Ну вот в таком разобранном виде. 999-я, похоже, в аварии пострадала. Она какая-то мятая все. Да, дверь. Дверь срезана. Да, это 999-я. Мне больше интересно посмотреть, какой у него номер. Там кабина за тракторами. Это караванивающие машины. Ну вот здесь, собственно, ремонт прицеха. Ремонт техники отступает. Вот это два из установленных. Сейчас попробуем обойти много пунктов. И она, кстати, на тепловозных тележках стоит. От Ту-6 или от Ту-8. Так, вот номерок какой-то проглядывается. Надо поближе к ней подойти. Ну это ИСУ-шки с длинным капотом последних номеров. Вот такие вот. Ранние номера, это то, что мы видим в 823-е. А 900-ые, сейчас не скажу точно, с какого номера. Но они шли уже с длинным капотом. И здесь у нас стоит по разверту. В последствии аварии перевернутая ТСВ-шки. Там я не могу. А где-то вот, блин, этот. Он замолил, как он состыл. Даже не было. Ну это укороченная ДСВ-шки. Это степень. Видели? Около 5-1. Там тоже эстакада небольшая еле. И вон, да, там не одна, кстати, перевернутая. Еще качик из склада, кстати, стоял в вагонке, чтобы я его не видел. Вот, произошло крушение. Да, на стрелке их выкинуло, похоже. Быстро ехали. Ну, может. Они неустойчивые вагоны. Тяжелые тяжести высокие. Кстати, колеса еще не совсем ржавые, не так давно. Вот, вода подливается. Два вагоника, да, они груженые, кстати, были. Еще, еще, тележек скилл. Может, дожди пройдут, их поднимут. Тележка там вылетела. Да, наверное, со стрелки вытаскивали, они кувыркнулись. И, кстати, похоже, вот уже пытались поднимать. Да, вот он, трос. И вот тросом еще зацеплен. Так что, да, наверное, поднимут их потом. Но мы пойдем дойдем до ИСУшки, до той. Бывает такое на узкоколейках. Ничего с этим не поделаешь. Пусть отсюда она. Что? Розетка. Это красный фонарь. Розетка она вот здесь. А, вот она, розетка. О. Розетка сюда соединяется. Розетка шешет 4х60. Вот как раз сюда кобеля подключаются. Здесь уже внутренний светит. Вот тепловозные тележечки. Оттушитель 2.8. Сейчас посмотрим табличку заводкую. Тысяча... Так, а здесь у нас... Да, уже ничего. Все снято. Все снято. Так что, ну, это, наверное, дизелек-то в УДПО. Это снизу лежал. Так, ну, сейчас подойдем. Там это... Остатки его МПФ привозяют. Так вот, он будет поподробнее немного рассмотреть, что у нас тут вставляет. Вон, амкадрор стоит у крана. Вот, он сейчас на прижайке. Для остатков снарой и ветками разрезается по крошке, как раздвинутый шерох. Вот такой он огромный скалер. Там и вверх. Здесь. Ну, вот, собственно, она здесь уже вся разрезана. Это бункерная машина, которая цепляется к трактору. И, собственно, производит уборку заготовленного торфа. То есть, вот это... Сзади у нее должен быть вот этот элеватор, который желтый. Там идут цепи с ковшами. Стоит снизу скрепер. И заготовленные на поле волки она собирает. Они поступают в бункер. Из бункера потом отсыпаются штабеля торфа, караваны. И к ним прокладывается временный путь узкокорейки. Вот, на полевую базу мы, жаль, не попали. Но там, я не знаю, как сейчас, была еще пневмомашина. Она поинтереснее. Во-первых, там они есть самоходные, которые стоят сверху циклоны. Создают разрежение, засасывают торф. Тоже в бункер. И потом также отбрасывают по краям караваны. Ну, вот здесь всякие запчасти. Ковесные пары. МТСУшные, это вагонная лежит. Тележка с редукторами. Ну, и здесь ремонт обслуживания ситорфяной техники. Вагончики тоже здесь латают. Подваривают. Так что, наверное, когда те поднимут, тоже они здесь будут на ремонте. Вот, собственно, все. Так что, надо приезжать зимой и прокатиться туда. Посмотреть на погрузку. Посмотреть, как будут на эстакаду загонять это все. Разгружать. Ну, и в Ту-8 надо прокатиться. В нем я ничего не катался. Только ВСУшка. Вот такое вот предприятие. Здесь пока еще было. Субтитры сделал DimaTorzok